Доброе утро, Полтава! Доброе утро, Полтава! Скажи доброе утро! Доброе утро! У нас сегодня в гостях Голубь Василий Григорьевич, наш актер Полтавского театра имени Гоголя. Я даже представить себе не могу, сколько вы отыграли ролей. Одна из последних – это Мазепу в «Остание Любовь Гетьмана». Это была одна из крайних, да, от ваших? Ну, еще после этого Шевченко поставил спектакль. Это ваш спектакль? Нет, мой спектакль я еще раньше поставил. На 203 часа Шевченко я поставил эту виставу в «Степу безкарним за Уралом». Моновистава, вона не часто идет, там такая тема, або на День народжения, а для школ, для учебових закладей. Вона так актуальна. Это по творам Шевченка и по литературному монтажу. Есть такое подобное, что у Панамаренко в Киеве. Або с капелой «Думка» выполняет это все. Сам он не спевает. А я еще спеваю. И оркестр у нас есть симфонический. И мы сделали такие песни по творам Шевченко. Какие там «Думы мои», «Зори мои вечерние», «Засвела в долине». И это я присыпал. Я взял этот период. Я как раз там был, на гастролях. Орск. Оренбургская – это его период, когда он был на Росланке. И вот я увидел эти степи. И там сейчас сумно. А я уявил, как тогда, в тот же время, там осталась эта горска крепость. И у меня еще тогда появилась думка. Я искал все творы, которые им написали в этот период. Это «Туга за Украиною». Он же не знал, что его друзей помилуют. А он же готовился на все життя остаться. И вот это «Безвиходь». И это я перенес на литературно-музыкальный монтаж. Там мелодекламация идет. И есть спев. И есть читание. Где еще можно увидеть данный моноскоп? Он должен быть сегодня или завтра. Но в связи с тем, что там готовилась поездка в Америку. И вас приглашали туда? Да. Там есть благодейная организация. Это эммиграция. Это диаспора. Да, диаспора. Ну, в связи с тем, что сейчас у нас идет уже репетиционный период «Мастер и Маргарита». Так. Василий Гриоргиевич, давайте по порядку немножечко. Безумно интересно. Я знаю, насколько у вас роли как профессионального актера где-то записываются. Да? Как стаж. Сколько ролей вы отыграли? Да. Я не записываю, по-перше. А даже когда нужно было список складывать, то я уже путаюсь. Я уже путаюсь. Деякі роли уже мне показывают, чтобы я их забыл, что я их играл. Сколько лет вы в театре? Я уже 46 сезон в театре. Именно в этом? Я только в одном, едином театре. То есть вы полностью отодалевшись в театре? Я сам родом, известно, из Деканского района. В Деканске сам родился. В Деканске хрещене, в Миколаевской, Кучубейской церкви, в Дейбул и Мазепа. От княга он выкрав Марию по одних источникам. Да, да, что он выкрав, потому что она сама втекла. Ну, теперь там не найдешь правды. А все равно, ну хотя бы примерное количество? Ну, где-то до ста, я так думаю. Где-то до ста ролей. В основном у вас главные роли были? Нет, нет. И Безадичные были, и Масол. Когда я пришел... Ну, началось с главной роли. Моя пример. Это в 71-м году я сюда пришел. И по Гоголю... Вот у меня Гоголя, я переграв все. Началось с страшной помсти. И началось с такой роли Чаклуна. Знаете, когда он выздавал душу дочки своей. Да, да, да. И там я и был молодой, еще только закончил институт. И нужно было молодого козака, а потом перероживался я. Вот это ж батько Стриха, вот это Чаклуна. И нужно было... Вы сам полностью сыграли, от начала до конца. Да. То есть и молодость, и старость, и старость. И стивали ли вас гримировать? Стивали, стивали. Ну, было много этих казусов. А сам вот такой яркий? Да. Там я с вершины. Когда меня разоблачали, что я эту икону выносил. И у меня перерожено такое. И я должен плегать на скелі. И там завжди мат ставили, чтобы я не поламал руки. И вот я так ха-ха-ха, лечу я туда и глянусь. И все, что у меня было, руки и ноги, все было в первой картине. А мне еще 2 часа играть. А у меня все было... Кровавый такой, да. Да, да, да. Потім моего дядя играл уже заслуженный артист Репенко Володимир. Он от меня на 11 лет старший. Я прошу прощения, а вам сколько можно такое играть? Сейчас 71, да? Сколько? 71 год. Ого, хорошо выглядите. Я вам скажу. Человек, который живет в театре, он, наверное, всегда будет замечательно выглядеть. Я и театром живу, и у меня в Стасях батьковская хата. Так что я очень люблю ездить. И в огороде поковыряться? Да, и в огороде. Там и бжелки у меня есть. Пчелы проснулись? Проснулись, да. Я седьмого числа видел пчел уже на праздничных букетах. Я был ошеломлен. Пчелы уже. Да, есть. Вчера была такая погода. И сейчас мне нужно будет тут, там уже раскрывать их, там подготовить. А не можете? Не можете. Расскажите, пожалуйста, самую любимую вашу роль, которую вы играли. Есть ли такая, которая больше вам понравилась? Это важное вопрос, потому что, как сказать, 10 пальцев и все любимые. Ну, назовите 10 пальцев. Окей. Ну, вот эта первая роль – это Чаклуна, которая мне больше запомнилась. Там были даже эпизоды, когда у меня не получалось этот страх, когда все мертвые души повстали и идут на него. И вот режиссер сказал, что я не верю. Ну, ты не имеешь страху, это наигранный страх. И я пошел на кладбище наше тут полтавское. Я две ночи там ходил, помежал, на страшнейшую дочь, чтобы почувствовать этот страх. Вжиться в роль. Да. И после того, он сказал, что все осталось. Теперь я верю, теперь я верю. Вы просто вспоминаете вот это ощущение и потом переносите его на сцену. Да, да, да. Вообще, вот в ролях, вот даже сейчас, вот в частности последний спектакль, тот, что я видел, конечно, я ошеломлен был. Я не скрываю этого Мазепа. Ваши ощущения, откуда вы подпитывались, брали вот эти ощущения, которые вы показали на сцене? Вы играли из себя. Да, я из себя, только из себя. У каждой человека есть то, что ты играешь. Ее только надо где-то там искать, наверх вывернуть и показать. Такое и кохание в каждой человеке есть. Есть и счастливые, и несчастливые. Все, что есть в роли, это все. А скажите, вот сегодня, например, абстрактно, да, спектакль. Когда вы начинаете входить в образ? С утра, там, с вечера или прямо перед спектаклем? Да, это тоже не можно сказать. Бывают такие случаи, что занять какую-то работу, и ты не думаешь вообще. И там ты быстренько привезешь, гримаешься и уже ты там будешь. Бывает, что целый день, если такая сложная роль, которую очень планировать, то ночь не спится, все думается. Вот Мазепа у меня начинается из страшной трагедии, помните? Я умираю уже, и все. И мне эти чувства нужно как-то нажить, и быстро. Если я их буду где-то наживать зранку, то я их не наживаю. И каждый раз мне нужны какие-то новые. Потому что только вчера я пережив, уже меня не схилю. И уже два года, когда эта вистава на аншлагах, мне уже тяжело набирать этих эмоций, и все похороны, и всех близких. Я совершенно другую ситуацию беру. Не те, что там написали. Чтобы чувствовать. Чтобы чувствовать. Да, чтобы чувствовать. А роль? А роль? А роль? Я, после страшной помсти, была роль Наталки Пилавки Миколи. Я играл с Козловским. Я играл с Козловским. Он приездил сюда. Он же полтавчанин. Он же полтавчанин. Он же полтавчанин. Так. И мы тут. Он на стадионе выступал. Это было 800-летний час, где-то. Это было 800-летний час. Это было 800-летний час. Да. Потом еще добавилось. А потом резко достало 1100. Да, да, да. И он приездил сюда. Я тогда был режиссером в театре. И играл в Миколу. И мы играли в Миргороде. З ним выставу в Краменчевзи. И в Полтаве. Три выстави. Я играл с Козловским. Интересно с ним работать было? Даже как с иконой. Знаешь. А ему было 74 года. Есть ли у вас любимые актеры вообще? О, тоже интересный вопрос. Который, возможно, вы смотрите и говорите, да, молодец. На него надо смотреть. Ибо же, возможно, с кого-то выбрали пример в свое время. Ну, мне сучасный такой ступка понравился. Я ему верю. Вот я тем актером люблю. И не такие, что величины. Вот я что-то по телевашнюю, побачу какую-то виставу, дивлюсь, а оцей областной археолог, который в области працует. Я ему верю. Разумеете? Вот так и я. У вас такой критерий. Верю. Да, верю, да. Я, кстати, слава. Верю. Ну, в принципе, в театре оно так и есть. Да, о том, что я когда вас видел в спектакле, я говорю честно. Я верю. Вот действительно. Но я был удивлен. Понимаете, вот все актеры, кто играл, я верю. Уж не обессудьте, но я всем верю. Игра коллектива была просто убойной. Постановка шикарная. Да. Очень много чего зависит, я думаю, от постановки все-таки. Так, Павлюк витягнул из всех. Наверное, были такие моменты, что некоторые которые плакали в него. Он выклупывал из них внутрь злость, если нужно. Объявили, что ей нужно. Мы привыкли в жизни масками. Мы все в масках ходим. Вот сейчас я делаю интервью, я... Играете себя? Да, конечно. Думка уже в словах фальшная. Потому что никогда думка не выразится. Я не знаю, есть такие люди, письменники, которые могут выразить свои думки. Я не, я что-то... Потом, после интервью, я два дни буду ходить и сказать, ну чего я этого не сказал. А чего такое? Ну, мы вам открыты всегда. У вас есть номер телефона, вы готовы все равно. Да, так что мы были вас рады в любом случае. Всегда. Вы интересны не только нам со Светой, вы интересны полтавчанам, потому что... И не только. Как теперь выясняется, вы скоро в Америке будете очень интересны. Куда вы ездили? Самые интересные места, возможно, с вашими гастролями? А, гастроли, когда не распался Радянский Союз, то были от Владивостока, ну весь Радянский Союз, в Красноярске, в Володивостоке, в Абаровске, в Украине, ну все же. Ленинград были. А как вы думаете, вот этот спектакль последний, наверное, два, нет, стоп, последнее кохание Гетьмана и по поводу Тараса Григорьевича Шевченко, как вы думаете, в России было бы интересно людям увидеть это? Если бы была возможность, вот вы поехали бы туда, вы просто много поездили, как вы думаете, как бы они восприняли это все? Ну, я думаю, простые глядаши. Всегда будет рад театру. Это немного политический вопрос. Да, те, как вы кивитки в политике. Саш, ты смешиваешь театр с политикой. Мне просто интересно. Как раз в Мазепе мы политиковитки. Ну, я вам скажу честно, как человек очень хорошо интересующийся политической жизнью нашего города и страны, я вам скажу честно, я увидел для себя много поучительного и нужного, я увидел картину того, что происходит сейчас, и для себя анализ определенно сделал. Ну, что у каждого своя справа там, в принципе, показана. Мне обидно то, что на данный момент россияне, наверное, не имеют возможности вас увидеть в ваших спектаклях. На записи хотя бы. Я тоже, потому что люди скрозят, и хорошие, и плохие, и там, и тут. А политики все это не знают. Куда вы еще ездили за кордон? Я не имею в виду Россию или... В Канаде. Я в Канаду всюли. В Канаде. А с чем вы ездили? Я ездил с концертом. Я ездил как спевак. Я ездила надея Петренко с Ялтинской филармонии. Я ездила в одной бригаде, которая была из Ротару, потому что она работала. И баяни съездили в Запорожье. Это были тогда такие фестивали в Канаде. Это фолькфест. И каждый год нужно было из Полтавы... Потому что павильон, в котором мы выступали, назывался Полтава. И поэтому почти каждый год один представитель был из Полтавы. Вас смотрели там в основном Диаспора или все-таки другие... Нет. Песни... Переважно это Диаспора. Вот сейчас будет только МАЛ Диаспора, потому что я буду читать. Чтобы вы поняли, о чем речь. А песни мы слушали и американцы, и гломолы. Но вам самому, как профессионалу, это интересно? Покататься, конечно же, я думаю. Вспоминать людей, себя показать, как говорят. Я тогда еще молодой был. Это очень страшно. Потому что не так заморяют концерты, как после концерта есть приемы. Там нужно больше спевать. А ты знаешь, что завтра еще концерты. Они этого не понимают. Они хотят из себя выжить и все. И до вечера тебе раз спевать, а потом нужно... Давай, давай, давай! Кажут, будешь дома отдыхать. А тут ты приехал, давай. А дома давай, Арбайд! Скажите, сейчас новая Павлюка ставится. Мастер Маргарита. А вы там кого играть будете? Кондия Пилата. Ну, не знаю. Там все майже выкинуто. В общем, мы хотим его из выставы убрать. Именно этот момент, когда они ходят с Иисусом, да? Так. Хотим только тему мастера, Маргариты и... Ну, я понял. Ну, в любом случае его режут постоянно. Я, честно говоря, мастера Маргарита сам по себе мне произведение по стопу по скобу. Ну, тем более мы сейчас знаем о Булгакове, что он... Морф. Да, да. Ну, в тот момент, в тех годах не употреблял из Великих. Не знаю. Ты везли Гоголя. Я не знаю, чего он употреблял. Ну, такое ты знаешь? Ну, да. Насколько страшно. Ну, это я обычно, ну, когда я читал, я упускал. Мне было интересно, как он увидел тему Христа. Ага. Понтия Пилата. Вот это меня больше интересовало. Как вы входите? Вот что вы вспоминаете для того, чтобы выйти в роль Понтия Пилата? Ну, он и не хотел этого, но так получилось. Так получилось. И он хотел его выручить. Он его воспринял как человека. Да, да. Да, язык подвижный и хорошо. Да, да, да. И потом же Синни Верону сказал, что вы, когда Варавана помиловали, а Ишуа распяли, я говорю, вы злочинцев приховываете, а философа, который мог бы дать много народов, вы казнили. Это сложная тема. Вот это мне на целый день. Я думаю, Саша, мы больше с тобой это скажем. Мы обязательно с тобой пойдем на премьеру или до премьерного показа. И обязательно посмотрим. Ну, там есть то, что я не воспринимаю. Я буду выполнять, потому что я привык. Есть режиссеры, с которыми можно поспорить и доказать. Павлюку трудно доказать. Он уже видит спектакль, и ему доказать, что он очень хорошо. Мне очень нравится этот спектакль. Я стараюсь вгадать то, что он хочет, и, если я смогу, все передать. Так же мне все в Мазепі понравилось. Когда я играл с Тарасом Бульбом, я играл с Тарасом Бульбом. Я вообще не воспринимал такого Тараса Бульбом. Но пришлось играть, потому что я... А часто бывает такое, что не любая роль вообще? Бывает, что у меня была такая мазька ниша по Гоголю. Я играл в Левка. Я баритон. А это роль такого лиричного героя. Я, по сути, герой социальный. Саблюка, рубака. Такое я люблю играть. И вот было и папа. Эта роль назначалась Петру. Петро тут был актер. Я забыл, как его пиздец. В Инград потом уехал. В Интен. А уже была запущена эта вистава. В Интен. В Инт. 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 Винт все готово. Я хочу. Якщо… …и так видит. Вн штук я не знаю. А приходиться мне так играть. Потому что… БIFA thì здесь такие тонкости, несколько… Самый любимый ваш спектакль а возможно где даже Вы не играли, но сходили, посмотрели и вам понравилось. Ага. Нет. Были игры. Запорожье заодно, а им карася. Я вообще украинский выборный. Я вам рассказывал, что Микола была моя первая роль молодого. Потом я постарел и перейшел уже на выборную. Была хорошая, засватана невинчина. Такая выстава, Неля Нордина. Мы играли. Там я любовь не играл. Волоха, Молдава, авантюриста. Там и спевать приходилось. Я люблю такие роли, как несопливые. Что надо, чтобы человек стал хорошим актером? Родиться все-таки? Да. Родиться, прежде всего, актером. Это должно прийти с кровью, я не знаю. Родиться не могу. Невозможно. 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 Если оно где-то заховано. Потому что есть какие-то закомплексованные. Знаете, человек талантливый. Но если хороший ресурс он вытянет. А если его нет, его не вытянет. Невозможно. 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 Механику. Механически. Сказать, что ты тут свечебалахаешь. Ну, не чувствую тогда человеку. Не чувствую. А есть у вас любимые режиссеры? Режиссеры? Да. Вопрос, наверное, немного не тактичный, Светочка. Хорошо. 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 Окей. Я могу, да, такие вопросы. Давайте сделаем так. Сегодня мы будем заканчивать, чтобы нас посмотрели обязательно. Когда вы все-таки уезжаете в Америку? На початку травня. Это было в секретаре. А не будет ли накладок у вас за спектаклем? Это же у меня сейчас. Я сегодня должен выступать в роли Шевчатка. Где? И в покладине Виньки. И в театре. Но я уже вчера должен был вылечить. Был в Америку. Но это в связи с примером не перенесли. И там еще. Мы едем в ту же оркестру. А там же оркестра не может. Там у нас едут три человека. Едут Ярослава Руденко. Она будет мою Оксану озвучивать. У меня есть слова Шевчатка. «Я так мало, небагато благо. Только хату. Одну котиночку. Там безстоланно мою Оксаночку». И она вот виходит, спевает. И дальше развивается эта альбома. Тематика Шевчатка. Его несчастливого копания. И вот эту мелодекламацию я хотел сделать с Романом Гриньковым. Есть такой бандурист в Киеве. Он народный артист. Когда я родился в Березня, И был у меня звит. Назывался «Забилили снеги». И он приехал и меня компонировал. Мы один одного так чуем. Он меня чует. Это немаловажно. Да. И вот где у меня идет развитие эмоций, у него там идет развитие эмоций. И мы договорились. Но он сейчас был занят. Он бы не поехал. Поэтому я сделал минусовки. Тут тоже есть хороший бандурист. Коринный. Но очень хороший бандурист. Он учился. Он очень занят. И он не на много поступает. Получается, украинская культура национальная востребована. Ну, судя из того, что люди заняты. Так, так, так. Музыканты. У вас тоже много хотят. То есть это мировая практика, как теперь выясняется. Не надо думать, что у нас все так плохо. Давайте будем заканчивать. Доброе утро. Мы об одном вас попросим. Чтобы вы у нас были в гостях не последний раз. Мы хотим с вами встречаться. Если вы чувствуете, что есть необходимость встретиться вот в таком формате, мы всегда за. За доволение. Но самое главное, после Америки сразу к нам. Вот это ваши впечатления. Хорошо. Набирайтесь максимальных впечатлений для нас. Я хочу поревняться. Я тогда ездил в Россию. Тогда был закрыт доступ американцев до нас. У них свой интерес был своеобразный, как советские граждане. Так. Вони доторкнутся. Им не можно было сюда ездить. Сейчас они ездят. Вони покупали себе домовые дома. И они где-то дома ездят. Трошку они разочарованы. Я это знаю. Ну, кто-то зараз не за счастлив. Ничего страшного. Вот такое у нас доброе утро. Всем доброго утра. Удачного дня. Светочка с прошедшим 8 марта. Тебя здоровья. Как тебе красавица наша. Ну что, желайте доброго утра. Да. Пожелайте, может быть, что-нибудь полтавчану хорошего. Такое. Весеннего. Из весной у вас. Из солнечка. Все вам наикраще. Здоровичка. Побачим. И вы знаете, самое главное. Для меня, честно, я сижу рядом с Мазелой. Для меня это вообще. Вот, да. С вами Александр Дмитриевич и Светлана Бондарева. Эти глаза надо видеть. И в гостях был сегодня Василий Григорьевич Голубь. Всем удачи. 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 Удачи.